Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Мое сегодняшнее утро начинается с дождливой погоды и чашечки горячего кофе. Я вам уже на мукбанке про это все рассказывала, но повторяюсь еще раз, возможно, вы этот мукбанк даже не видели. Дело в том, что у меня очень много косметики, которой я не пользуюсь. И я решила сделать бокс и продать кому-то. К примеру, возьмем помады. У меня их много. Три похожие от Месли. Заказывала их с официальной страницы тему где-то, наверное, 2-3 месяца назад. Только одной пользовалась, а две остальные у меня просто остались. Я просто один раз делала сводч. Сроки в порядке, никаких проблем нет. Просто оттенки при нанесении очень похожи друг на дружку. Поэтому одну из них отправим в бокс. Сейчас мы его вместе с вами соберем. Стоимость составляла 17 долларов. И так небольшой спойлер. В течение 5 минут я его продала в своем инстаграме. Точнее, даже я не успела выложить его в инстаграм. В ютубе девочки увидели, сразу написали и сразу купили. Хотя изначально планировалось, что я подробно все расскажу и покажу в своем инстаграме. Вот все, что я сейчас отправляю в корзину, это будет составляющая бокса. То есть все это входит в эти 17 долларов. К примеру, вот эта помада от Everline. У меня две одинаковые в 430 оттенке. Просто с моим количеством косметики просто нереально закончить две одинаковые помады. И у вас наверняка возникает вопрос, зачем Айке две одинаковые помады? Мне просто настолько понравился оттенок, что я взяла себе на запас. Он действительно очень красивый. Я его просто боялась, что я потом не найду этот оттенок и сразу купила два. А сейчас я понимаю, что я нахожу другие оттенки. Это все залеживается, поэтому лучше одну отправить в корзину. Естественно, возможно, кто-то меня раскритикует. Но прежде всего, никто вас не заставляет покупать этот бокс. А во-вторых, все мы ходим к визажистам. И нас красят косметикой, которую красят все. И ни у кого даже не возникает вопроса. То же самое касается тестеров, которые мы видим в магазинах. Так как на это есть спрос, есть и предложение. Вот этот бронзер, он очень темный. Он, кстати, мне не нравится. Но я думаю, что он мало кому подойдет. Поэтому пусть пока что лежит. Вы наверняка по моим макияжам на мукбанках уже знаете, что я не умею пользоваться темными оттенками. А точнее, я не могу их правильно растушевать. Поэтому они у меня просто залеживаются. Вот эти пончики, они от Makeup Revolution. И я их заказывала с официальной страницы. То же самое касается этого хайлайтера. Он кремовый. Его тоже я заказывала с официальной страницы Makeup Revolution. Но там не было указано, или я не обратила внимание, что он кремовый. Поэтому я им не пользуюсь. Ни румяна, ни хайлайтер. Я не люблю кремовые текстуры. Следующий бронзер, он от Formar. Я его покупала у нас здесь в городе в магазине. Очень красивый цвет. Но он немножко с блестками. И раньше мне это нравилось. А сейчас меня раздражает, что он блестит. Поэтому его тоже отправляем. Вот эти сердечки от Makeup Revolution. Кто помнит, я покупала сетом. Шесть штук было в сете. Три я подарила подружкам. И три у меня остались. Два из которых я оставляю себе. А вот этот отправляем продать. В общем, в боксе будет 17 продуктов. И так как у меня большая аудитория имена Азербайджана, в принципе, неплохая идея все это вот так вот распродавать. В последнее время совершенно не пользуюсь однушками теней. Поэтому беру в дейте два, которые в хорошем состоянии. Отправляем их тоже. Они от Catrice. Один такой матовый оттенок винный и шиммерный зеленый. Точнее, не зеленый, это просто голографические блестки. То есть, оттенок кажется зеленым, но на самом деле это просто блестки при нанесении. Запечатанный абсолютно новый бальзам для губ, которым я не пользовалась. И еще один абсолютно новый бальзам для губ, который я заказывала с Trendyol. Просто доставка стоила дешевле, когда берешь много, поэтому я сказала очень много. То же самое касательно вот этого крема для рук. Он запечатан, как вы видите, я его не открывала, абсолютно новый. Заказывала его тоже с Trendyol. И тоже брала сетом, потому что так получалось дешевле. Поэтому я сразу тогда взяла себе 8 штук. Я не знаю, с каким умом я взяла 4 блеска для губ от Luxe Visage, по-моему. Где-то полгода назад я их покупала. И даже, по-моему, влог снимала для вас, что я их взяла с Yumiko. Из этих 4 прекрасных оттенков только одним я пользовалась всего один раз. Поэтому в бокс мы отправляем вот этот. Я, конечно, не знаю, какой человек у меня купит этот бокс и какие у него будут предпочтения. Вот я лично очень люблю светлые, а точнее совсем белые хайлайтеры. И этот, кстати, очень крутой. Он от Makeup Revolution. И тоже заказывала на Revolution Beauty на сайте. Но так как сейчас у меня очень много новинок и места действительно нету, поэтому его тоже отправляю. Новый карандаш для губ, который я покупала сетом. По-моему, тоже снимала для вас видео прям недавно. Теперь, что касается ароматов. У меня 3 аромата от Avon. И я хотела бы положить в бокс тот, который использовался меньше всего. Вот этот gold я его использовала. И, как я поняла, вроде как я заметила, белый использовался меньше. Поэтому добавляем его. Тоже покупала сетом на Trendyol с официальной страницы Avon. И вот столько продуктов у нас получилось. Единственное, вот этот крем, он не поместился. Но ничего страшного, я все равно собираюсь купить какой-то красивый пакет. Еще сладости положу и еще пару косметических средств чисто в подарок. Позавчера мы с вами разбирали шкаф. И посмотрите, какой у меня идеальный порядок. Прям глаз радуется. И стало намного удобнее, потому что погода похолодала. И мне приходилось искать, целый час ковыряться в шкафу, чтобы найти хоть что-то теплое. А сегодня у нас на улице моросит дождик и целый день. Я сидела, смотрела прогноз погоды и радовалась. Думаю, вау, как классно, дождик. Ведь мы же с вами планировали снять мукбанг в машине во время дождя. Я думаю, очень атмосферно получилось бы. Вся надежда была на сегодняшний день. Вроде обещали дождик, но он просто немножко покапал. А потом остановился, потом опять немножко покапал. Ну, в общем, того эффекта, которого хотела я, не получилось. Хотя прогноз погоды, там прям обещали хороший дождь. В общем, девочки, после того, как я начала вести азербайджанский канал, меня начали приглашать на разные мероприятия блогеров. И последнее мероприятие, оно было реально очень масштабным, и там были почти все крутые блогеры. И, естественно, мне приятно, что меня позвали, но мне так в лом идти. Я сказала, что спасибо за приглашение, но, к сожалению, у меня в этот день не получается очень много дел. График просто забит. Скорее всего, я делаю неправильно, потому что нужно коммуницировать с другими блогерами. В таких компаниях ты знакомишься с новыми, нужными людьми. И то, что тебя приглашают, это уже круто. Но, признаться честно, у меня абсолютно нету никакого интереса ходить на подобные мероприятия. Я также не очень люблю концерты. Я не могу начать дружить с людьми просто потому, что они тоже блогеры. Или специально знакомиться с блогерами, у которых много подписчиков. У меня, знаете, все очень просто. Я делаю контент, у меня появляются подписчики. Делаю много контента, появляется очень много новых подписчиков. То есть, я считаю, что мой успех, прежде всего, зависит от меня самой. А вы как думаете, правильно я делаю или нет? Пишите обязательно в комментариях. В общем, я не пошла, но подружка пошла. И после мероприятия мы должны пойти покушать суши. Я буду идти из дома, она будет после мероприятия. Признаться честно, это рекламная съемка. Заведение находится в центре города, и мы до этого с ними сотрудничали. Это всегда очень приятно, когда с тобой повторно сотрудничают, потому что понравился результат рекламы. Ну и суши у них действительно безумно вкусные. Так что я собираюсь, за мной должны заехать, и я надеваю вот эту свою цепочку, потому что я стрелец. В комментариях мне писали, что я ужасно рисую стрелки, и я не могу с вами не согласиться. Действительно, за столько лет я не могу научиться рисовать нормальные стрелки. И в этот раз, по вашим советам, я нарисовала стрелки вверх, а не вниз. И мне не очень нравится результат, который получился. Возможно, у меня немножко нависшее веко, или просто у меня не получается. Но, в общем, сколько я ни стараюсь, результат все равно не очень. И я уже спускаюсь вниз, купила для подружки, точнее для ее малыша, она беременная, очень классный костюмчик. И еще здесь в пакете кофе и сливки, которые я купила для своего парня. Точнее, вы знаете, он вообще не умеет экономить, никогда ни на чем не экономит. А я ему всегда говорю, что многие вещи реально намного выгоднее заказать, нежели покупать здесь. И вот кофе и сливки, вообще очень большая разница, ровно в два раза. И потом в конце я сама заказала для него. Потому что на постоянной основе он пьет один и тот же кофе, бренд которого есть на Trendyol. И можно купить в два раза дешевле. В общем, мы сели в машине, и как оказалось, подружка сказала, что мы хотим еще остаться на мероприятии. Так что езжайте без нас. А с рестораном, к сожалению, было оговорено, что мы будем снимать большой сет, который рассчитан на 4 человека. Поэтому мы решили найти альтернативу. Причем ее нужно было найти очень быстро. Я в свою очередь позвонила жене брата и спросила, не спят ли дети. И хорошо, что они не спали и не ужинали. Поэтому я попросила их одеть и спустить, потому что мы идем кушать суши. Даже хорошо, что так получилось. Мы так весело поехали, так угорали. Прям очень классно провели время, реально. То есть все, что не делается, делается к лучшему. А здесь мы уже в этом заведении. Заведение называется Only Sushi. И здесь очень вкусные креветки в кляре с прекрасным соусом и с очень красивой подачей. Также жареные роллы обычно везде. Они просто с крабовой палочкой, а здесь с креветкой. В общем, все было безумно вкусно и стоило недорого. То есть этот сет всего стоил 41 манат. Так, на минуточку. Называется комбо 3. Все было настолько вкусно, что мы просто все сразу съели. Я сняла видео, естественно. И уже, кстати, успела опубликовать. Так что, признаться честно, с азербайджанского канала я зарабатываю не только с монетизацией, но с монетизацией тоже. Ну и также вот такие съемки, хотя я очень выборочно отношусь к этому. Я не беру на рекламу что угодно. Какие-то похудения, бобы, казино, гадалки, прочий лохотрон. То есть в этом плане для меня не главное, лишь бы заработать деньги. Выбираю только то, что действительно могу вам посоветовать. Мы бы на самом деле посидели подольше. Но дело в том, что детям завтра нужно в школу. И нужно вовремя ложиться спать. Поэтому мы едем домой. На улице, опять же, моросил дождик. Погода была действительно очень-очень атмосферная. Если вы заметили, последние влоги я снимаю на постоянной основе на телефон. И иногда мой телефон снимает супер-классно. А иногда вот так. Мутно, как будто я сняла на Нокиа. Поднялась наверх, оставила там детишек, попила немножко чая и вернулась обратно. Вот это я спускаюсь вниз, позарю здесь в лифте. И как только лифт открывается, я вижу, что там стоят люди. Мне стало так неловко. Хотя, если честно, в последнее время мне уже все проще и проще ходить и снимать себя. Раньше я очень стеснялась. Как говорится, потихоньку все приходит с опытом. Вернулась домой и была немножко удивлена, что сегодня мама решила делать пельмени. Обычно в месяц один раз на выходных мы с мамочкой вместе делаем полуфабрикаты. Это и гюрзай, пельмени, грузинские хинкали, котлеты и все, что можно. И это реально очень удобно. К вам могут вдруг прийти гости, а у вас нету ничего абсолютно покушать. И времени и возможности приготовить тоже нет. Не можете их оставить дома и спуститься в магазин. И вот в такой момент просто спасают заготовки, которые уже есть в холодильнике. Конечно, в таком случае получается не супер изысканное блюдо, но в любом случае ваши гости уйдут от вас сытыми. Что я делаю в таких случаях? У нас всегда есть сливки в небольших порциях. Обычно несколько штук в холодильнике всегда есть. Я быстро отвариваю пельмешки, а потом в сковородке вместе со сливками, немножко закрытой крышкой, тушу в сковородке. Тушить, да, по-моему, это называется по-русски. Еще сверху сыра добавляю и получается прям очень вкусно. То, что я вам рассказываю, на мукбанках у нас очень часто бывает это блюдо, пельмени со сливками и сырами. Особенно если сыра очень много, просто бомба. Да и вообще, мне кажется, в день готовить три различных блюда, когда у тебя большая семья, это настолько сложно. Иногда я смотрю блогеров, которые снимают мамский контент. Я просто в шоке от того, сколько всего они успевают просто за день. А потом такой приходит муж и говорит, а что ты делала? Ты же ведь целый день дома. Здрасте, приехали. Гораздо проще пойти прийти на работу, чем проделать всю эту домашнюю работу. Так что, девчонки, берегите себя, делайте заготовки. А можно вообще купить уже готовые. Нам тоже надо купить робот-пылесос и все остальные атрибуты, которые упрощают нашу с вами женскую долю. И в общем, мы с мамочкой лепили пельмени аж до трех часов ночи. Кстати, рецепт на пельмешки я вам обязательно оставлю внизу в описании под видео. Заглядывайте обязательно в инфобокс. Так-то я планировала, что когда все будет готово, обязательно вам покажу, как это все выглядит. Но потом я забыла и этот кусочек, к сожалению, не засняла. Мы с мамой просто заболтались, совсем забыла, что я сегодня вообще снимала влог. У меня такое, кстати, часто бывает. Именно поэтому мои влоги резко обрываются. Короче, напишите, пожалуйста, в комментариях обязательно. Вот эти сделала мамочка. А вот в этой стороне те, которые сделала я. И мама говорит, что я делаю неаккуратно и ругаются на меня. На мой взгляд, они абсолютно одинаковые. А вы ваше мнение обязательно пишите в комментариях. Возвращаюсь к вам уже на следующий день, потому что 12 минут для влога это как-то маловато. У меня сегодня, кстати, температура, и я себя очень плохо чувствую. Но даже в такие моменты мне не хочется просто лежать как овощ. И, кстати, сегодня пришли новые посылочки, поэтому лежать вообще запрещено. Тут, значит, три посылки с тренд Йола и одна посылка с темы. Вот с темы мы с вами сразу откроем. А то, что касательно тренд Йола, я, к сожалению, пока что вынуждена оставить, потому что будем открывать тогда, когда будут скидки. Хотя, по идее, можно открыть, снять видео, выложить потом. Но если я оставлю этот материал в телефоне, я 100% забуду, его удалю. Поэтому, как бы мне интересно не было, я вынуждена это все оставить. На выходных должны быть скидки. Вот тогда буду по одному вам выкладывать. А эта посылка темы шла до меня 10 дней, и здесь есть микросумочка. Опять я заказала супер миниатюрную сумочку. И, кстати, мои хорошие, я вам всегда в описании под видео оставляю ссылку на скачивание приложения тему. Если вы скачаете приложение по моей реферальной ссылке, то получите пакет купонов. Затем по кусочкам вы можете использовать этот пакет. Также после скачивания в течение 24 часов, если вы делаете свой первый заказ, вы можете использовать промокод. Его вы видите сейчас на своем экране. Он дает дополнительную скидку ко всем остальным скидкам плюс 30%. Но его, к сожалению, можно использовать только один раз. И только в течение 24 часов после скачивания приложения, к сожалению. А это моя микросумочка, которую я заказала. И не надо меня ругать в комментариях. Я, честно, получаю колоссальное удовольствие от вот этих вот покупок. С удовольствием ношу все, что покупаю. А эта сумка точно такая же, как и на картинке. То есть мое ожидание реальность просто сложилось как пазл. Согласна, достаточно необычная форма. Но в этом и фишка. Она, кстати, очень вместительная. Но, к сожалению, моя лопата телефон 14 Pro Max сюда не помещается. Но помещается очень много другого. Смотрится стильно. Мне кажется, если бы она была бы чуток больше или чуток меньше, вот смотрелось бы уже совсем не то. Чтобы при транспортировке она не помялась. Внутрь заполнили какой-то макулатурой, которую очень сложно было вытащить. Но очень хорошо, что они это сделали, потому что в противном случае она бы пришла бы вся помятая. И это, естественно, смотрелось бы не очень. Там у них 10 различных оттенков. Все цвета очень удачные. Я вот сомневалась между вот этой расцветкой и розовой. Там есть первая. Прям розовая тоже смотрится очень красиво. Я вот не знаю, стоит ли здесь озвучивать цену, по которой купила я. Потому что мои зрители это разные абсолютно странные. И насколько я знаю, в зависимости от количества заказа и месторасположения страны, товары тоже меняются в цене. Поэтому даже не знаю, насколько актуально говорить цены. И, кстати, здесь ремешок, и он достаточно длинный. Поэтому даже не думайте, что это детская сумочка. И он регулируется. А это, кстати, та самая розовая сумочка, между которой я сомневалась. Пишите обязательно в комментариях, правильно сделала, что я взяла эту. Или все-таки розовенькая гораздо лучше. Буду сочетать с джинсами. Вообще швы очень хорошо прострочены. Все просто идеально. Мне очень нравится. А мама, как только увидела эту сумочку, мама сказала, где ты нашла это ведро? Ну почему сразу ведро? Мне кажется, очень мило смотрится. Как вам? Знаете, даже учитывая, насколько я шипоголик, у меня бывают спонтанные покупки, а бывают покупки, над которыми я немножко задумывалась. Там кидаю в корзину, потом удаляю, потом опять кидаю в корзину. Так вот, в этом случае я вообще даже не сомневалась. Как только увидела, сразу решила заказать, ни секунды не обдумываясь, с чем я это буду сочетать. И вообще, нафига мне это надо? У меня уже, девочки, язык заплетается. Я уже озвучиваю четвертое видео. Я сначала думала, что это безумно легко, но на самом деле нет. Очень много времени уходит и на озвучку. Конечно, в зависимости от длины видео, но где-то в среднем 3 часа у меня уходит чисто на озвучку. Я вам уже говорила, говорила в каждом видео, что на тему есть также официальные страницы некоторых магазинов. Такие как Нивея, Минесо и, например, Мислин. И вот у Мислин я много чего покупаю. Вроде бы казалось, я очень люблю косметику, но я никогда в жизни не пробовала фиксирующий спрей. Стоил он что-то в районе 6 долларов, но сейчас он немножечко на скидке, поэтому присмотритесь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, можно ли на ежедневной основе фиксировать свой макияж таким спреем. Мне кажется, в таком случае кожа не дышит. Но если я иду на какое-то мероприятие, на день рождения, или просто мне нужно, чтобы в этот день у меня был макияж очень стойким, Я думаю, вот в таких случаях незаменимая штука, поэтому решила попробовать. Вот, друг, мне понравится, и я на постоянной основе буду им пользоваться. Здесь 40 мили, он небольшой, классный пулевизатор, и я уже его попробовала, и, кстати, супер. Сейчас вам покажу, как я его затестила. Там было несколько разновидностей, матовый финиш, влажный. Насколько я знаю, это влажный финиш, я, по-моему, взяла его. И как я его затестила, я это увидела у одной блогерши американской. Она в магазине так тестировала фиксаторы для макияжа. В общем, я нанесла на руку тональную, которая очень жестко отпечатывается. Нанесла супер пигментированные тени, нарисовала линию, потом взял другие тени на мазюкало, потом лайнер. Лайнера получилось как-то многовато, и пока он не высох, я сверху сразу зафиксировала фиксатором. И, в общем, честно, мне результат очень понравился. Я прям старалась это все стереть, и, как вы видите, очень сложно было отодрать. И у меня сразу возникает опять вопрос к себе, почему я раньше не пробовала это средство. Можно даже было не от Мислин от любого другого бренда. В любом косметическом магазине я всегда видела разные фиксирующие спреи для макияжа разных брендов, и никогда их не покупала. У меня тоже самое касательно баз под макияж. Вот я пару штук купила, попробовала, мне совершенно не понравилось. И вот после этого я не использую базу под макияж. Мне как-то проще без них, хотя, возможно, я попробовала не очень удачные варианты. И, возможно, стоит пробовать разные бренды, и я найду для себя что-то более подходящее. Итак, следующая вещь, над которой я прямо очень долго сомневалась, потому что было очень много противоречивых отзывов. Много людей писали о том, что маленький комбинезон. И вообще, у этого комбинезона рейтинг всего три звезды. Ну, то есть, очень низкий рейтинг, но я все равно решила рискнуть и его заказать, потому что мне очень понравился фасончик. Материал вроде как называется велюр, и у меня есть красные брюки, которые я ношу дома из велюра, наверняка вы их помните. Я их, наверное, раз 300 стирала, и они в идеальном состоянии, поэтому я решила взять этот комбинезон, чтобы просто одевать его дома. И стильно, и красиво, и в то же самое время тепло ходить дома. Люди, которые писали отзывы, они не совсем правильно изложили свои мысли. Они написали просто, что костюмчик маленький, и я его взяла в размере М, а как оказалось, он просто маленький в длину. То есть, они короткие. Бюки короткие, даже несмотря на то, что я не супервысокая девушка. Мой рост составляет всего 1,67 м. Когда там стоят размеры, там написано, что Азия С, Азия М, и понятно, что азиатки намного ниже, чем мы. Я вот не учла этот момент, и поэтому не знаю теперь, что делать. Как говорит мамочка, не париться и ходить дома в этом костюмчике, радоваться жизни. Так-то все хорошо сидит, мне все нравится, идеально, вот единственная длина. Мне почему-то кажется, что я в этом комбинезоне очень похожа на кота Леопольда. А вообще на тему очень плохо, что мало отзывов. Почему люди не пишут отзывы? Наверное, за это не дается никаких баллов. Я не знаю, лично мне лень писать эти отзывы, и поэтому как бы и отзывов-то и нет. Наверное, всем просто лень. Но если вы будете заказывать, просто учитывайте этот момент. Если вы ростом ниже, чем я, например, метр шестьдесят, то для вас будет хорошо. Ну а если вы барыня высокая, то и заказывать не стоит, потому что будет выглядеть так же, как на мне, а может даже и хуже. Опять же, вы можете со мной не согласиться, но я считаю, что подобные распаковки это очень полезный контент для тех людей, которые на постоянной основе заказывают с подобных маркетплейсов. Я сама, посмотрев одно видео, заказала себе картикам не в размере S, а в размере M, потому что блогер советовала брать на размер больше и села просто идеально. Я осталась безумно довольна покупкой, поэтому я думаю лично, что подобный контент, он должен быть, и его должно быть очень много. Не знаю, как вы, я на постоянной основе смотрю распаковки с тем. Так, мы с вами немножко отвлеклись, я заказала себе вот такой кроп в размере S, и на мой взгляд, он чуть-чуть мне большеват, хотя, возможно, вы напишите, что нормально, все не должно сидеть настолько впритык и вопсяк. Это ведь кофта, а не колготка, и, кстати, она стоит всего, по-моему, 7 долларов. Но материал реально очень приятный на ощупь, смотрится классно. Единственный вот такой вот момент, мне кажется, руки достаточно свободно, надо было брать XS. Дурачок просто хотел с вами поздороваться, и здравствуйте. Подпишитесь, пожалуйста, на мою мамочку ради меня, она мне купит очень хороший и вкусный корм. Он очень любит, когда везде открыты двери, как только дверь закрывается, он начинает мяукать, я хочу выйти, потом он хочет зайти и так далее. А это типа я погладила, посмотрите, в каком состоянии рукава. Самостоятельная девочка, однако. Очень нежный такой голубой цвет, цвет мне очень понравился, мне кажется, он мне очень к лицу. И, кстати, такой момент для девочек, которые не любят ходить с открытым животиком, этот кроп заканчивается ровно там, где начинаются джинсы с высокой посадкой. Так что длина у него оптимальная, просто, я думаю, надо было мне брать на один размер меньше, вот тогда было бы лучше. Ну а так, у него есть различные расцветки, возможно, другую расцветку я возьму просто на размер меньше. Потому что материал хороший, зимой я очень люблю носить вот такие вот вещи. В этот раз посылка у нас небольшая, как вы видите, здесь осталось две небольшие вещички и все. А все потому, что минимальный заказ на тему составляет всего 30 манат. Это делает 22 доллара. Например, на шейн минимальный ваш заказ должен составлять 60, по-моему, долларов, а то и больше. Также взяла себе вот такие небольшие аксессуары для волос. И, кстати, они подойдут не только для волос, но можно также использовать, например, сделать небольшой бантик на сумке. Продавали сетом, очень дешево, за доллар, по-моему, 4 штуки, но, несмотря на это, очень хорошего качества они. Достаточно плотный материал, прострочен с обеих сторон и смотрится очень красиво, хотя немножко по цвету отличается от картинки. Но я думаю, это не критично. Только одну ленту я открыла, а все остальные остались в закрытом состоянии, потому что я хочу снять короткое видео-шот с типа лайфхаки, как можно приспособить эти аксессуары, какие прически можно сделать, как на сумочку можно завязать. И вот как раз в этом видео я буду каждый распаковывать и показывать, куда я присобачила. Короче, должен получиться очень интересный контент, который взорвет и сделает меня популярной просто на всю планету. А, кто это? Это та самая Айка, которая завязывала этот шарф везде. Ну, в общем, и последнее, что я заказала, очень давно смотрела на вот эти вот игрушки для сумок. То есть это аксессуар для сумочки, вы можете повесить куда угодно. Конечно, лучше брать подобные вещи каких-то нейтральных оттенков, например, золотой или белый или серебряный. Можно даже черный, потому что подойдет под разные сумки, но я решила взять розовый, потому что это мой любимый цвет. Также у меня много сумок, где есть сочетание розового. Давайте попробуем куда-то присобачить. Слава богу, сумок у нас много, есть где разгуляться. Также, кстати, можно использовать просто как брелок, но я покупала его не для того, чтобы использовать как брелок. Естественно, под эту зеленую сумку не смотрится, а вот под эту маленькую розовую очень даже. А вы обязательно в комментариях пишите свое мнение, как вы думаете, с какой сумочкой лучше сочетается. Здесь мне кажется, что этот аксессуар выглядит слишком большим именно для этой сумки, потому что она супер миниатюрная. Здесь нужна сумочка немножко побольше. Вот так вот, на мой взгляд, дела обстоят куда лучше. Впервые я, кстати, увидела у одной девушки в метро. У нее на портфеле была эта собачка. Я подумала, почему бы мне не заказать, потому что частенько ее видела на тему. Каждый раз видела и просто проходила мимо, а потом решила заказать. И вот последний вариант. Мне понравился больше всех. Как вам моя любимая супер миниатюрная сумочка? И вот с ней, мне кажется, смотрится очень даже гармонично. Как говорится, захламилась. На этом уже все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. Также обязательно мотивируйте меня и обязательно подписывайтесь. Для любого блогера это реально очень важно. Берегите себя. Всех целую. Всем пока.